15 февраля отмечается Международный день операционно-медицинской сестры. Хирургическая операция – сложный процесс, в котором принимает участие множество медицинских работников. Успех вмешательства зависит не только от квалификации хирурга, но и от операционных медицинских сестер, которые принимают непосредственное участие в операции на всех этапах. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Операционная сестра – один из непосредственных помощников хирурга. Вместе с ним она смотрит в рану, следит за ходом вмешательства, предугадывая его просьбы. Это настоящий профессионал, который обладает высоким уровнем знаний и может справляться со сложными задачами самостоятельно. Эту профессию выбирают действительно талантливые люди, которые готовы нести большую ответственность за здоровье пациентов. Екатерина Бадашкова работает в областной клинической больнице более трех десятилетий. В 23 года поступила в училище и ни разу не пожалела. Любовь к профессии, как говорит Екатерина, возникла с первого взгляда. Уже в третьем поколении в медицинском родственник был основатель физиотерапии в нашем регионе. Потом, значит, свекровь моя работала за физиотерапией. Ну и я как-то думала, что я, по-видимому, тоже пойду в физиотерапию. Пока однажды мы не попали в операционную на практике. После чего я поняла, что я могу работать только в операционной, потому что я считаю, что самая, наверное, сестринская интересная работа – это в операционной. Здесь надо и знания какие-то, и быстрота, и скорость мышления. Операционная сестра должна знать диагноз больного, какая операция будет проводиться, ее ход. А также на ее плечи ложится подготовка необходимых инструментов, оборудования и больного к операции. Сестра порой может стоять по 8, а то и 10 часов у операционного стола, находясь в гуще операционного вмешательства. А после ей необходимо убрать и подготовить операционную на следующий день. Многие и не представляют, какую тяжелую работу выполняют эти специалисты. Операционные сестры универсальны. Они могут работать и в реанимационном отделении, и в перевязочной, и в процедурной. А вот сестры любого другого отделения, наоборот, не смогут работать в операционной, поскольку здесь совершенно другой профиль. Также в областной клинической больнице особо развита преемственность поколений, благодаря которому старшие коллеги передают свои знания и опыт молодым специалистам. Я познакомилась с этой профессией на втором курсе, когда первый раз пришла проходить практику сюда и попала как раз в оперблок. Влюбилась с первого взгляда и тогда уже понимала, что приду работать в областную клиническую больницу. Старшие коллеги поначалу помогают. Я очень горда, что могу работать с такими специалистами, которые передают свой опыт и навыки. Действительно важно, что опытные коллеги делятся своими знаниями с молодежью. Это позволит избежать многих ошибок, ведь всегда есть тот, к кому можно обратиться за советом. Известно, что преемственность поколений играет большую роль в формировании личности будущего медика и в выработке его профессиональных навыков. В областной клинической больнице в основном проходит практику студенты Тверского государственного медицинского университета и Тверского медицинского колледжа. И каждый раз, попадая сюда, оказываются в надежных руках высоко квалифицированных специалистов. И от того, как мы примем ребят на эту практику, как мы их обогреем, так сказать, очень много зависит, останутся они у нас работать или нет. А для этого ведется очень большая работа. Главное качество медицинского работника – профессионализм. С каждым годом требования к подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасли только возрастают. И это понятно. В руках медиков самая ценная – человеческая жизнь. И руководство медицинских учреждений заинтересовано в том, чтобы молодые специалисты работали грамотно. Приходят к нам молодые врачи, молодые сестры. Им здесь нравится работать. Есть наставники и среди операционных сестер опытные, которые наставляют, учат молодежь правильно работать по тем канонам, которые еще сложились во времена Пироговой. Труд врачей и медицинских сестер не назовешь легким. Это бескорыстное служение людям, которые нуждаются в помощи и полная самоотдача. Эта профессия – настоящий подвиг, ответственность и бесконечная преданность своему делу.